Четыре года назад как раз-таки повешена эта фотография. Я не думаю, что мы будем ее снимать. Фото тренера по тайскому боксу на стене. Его фамилия в расписании занятий. Но сам Дмитрий Монахов сюда уже не вернется. Это последние секунды его жизни. На кадрах с камерой Ачинской районной больницы он выходит из машины, делает пару шагов и падает. Помочь мужчине пытается его друг, но женщина с ножом не дает пройти к пострадавшему. Дмитрий Монахов скончался на месте. Ему было 44 года. У него остались жена и ребенок. Все публикации это дочь, жена, семья. Все связано либо с семьей, либо у него тренировки. История, предваряющая чудовищное убийство, началась в прошлом году. По версии следствия, 60-летняя жительница Ачинска взяла кредит под залог квартиры и не выплатила его. Ее жилье с молотка выкупил Дмитрий. Он разрешил женщине еще пожить там. Но когда срок подошел к концу, пенсионерка отказалась съезжать. Разговор проходил в машине Дмитрия. Женщина взбесилась. Из заднего сидения ударила мужчину ножом в грудь и шею. Дозреваемую задержали. Об убийстве человека она рассказывает бутничным тоном. Виталий работал с убитым несколько лет в зале. Об истории с Ачинской квартирой он не знал. Но понимает, почему Дмитрий разрешил женщине остаться. Все, кто знал, говорят, это был добрый человек. Он максимально порядочный, достойный человек. И я могу предположить, что он просто пошел навстречу. И таких тренеров очень мало. Насколько он отдается на тренировках, можно у любого из его подопечных спросить. Но там просто максимальная отдача. Правильно, очень мало таких тренеров. И я думаю, сейчас для его бойцов такая потеря будет. Следователи уже завели уголовное дело. Сегодня 60-летней женщине выбрали меру пресечения. На два месяца ее закроют в СИЗО и проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Алена Крашенинникова, Сергей Польшаков. Новости Прима. Новости Прима.